Сколько стоит монтаж электрики и инженерной сантехники при ремонте квартиры? В зависимости от подхода к процессу и выбора материала сумма может варьироваться в разы. В этой евро-трешке наш заказчик делает ремонт на достойном уровне. Мы использовали лучшие материалы, а работа проведена с большим вниманием ко всем деталям. Инженерный этап ремонта квартиры площадью 67 квадратных метров длился один месяц, а финальный чек остановился на сумме 1,7 миллиона рублей. За эти деньги можно купить маленькую двушечку во вторичке в Челябинске или однокомнатную квартиру на 18 метров в Кургане. Но мы находимся в Москве, и это ЖК Румянцево парк. Дом в комплексе бизнес-класса. Стоимость квадратного метра в бетоне здесь варьируется от 240 до 300 тысяч рублей, а инженерка прибавила к стартовой цифре 25,5 тысяч на квадрат. Это работа плюс материалы, и я подробно расскажу, что сколько стоит. Смотрите видео до конца и сможете прикинуть стоимость инженерки для своей квартиры. Мы начали работу с монтажа шумоизоляции. Уложили шумонет 100 гидро. А это полоска как резали. Все отбивали. Он двойного назначения и еще является и гидроизоляцией. А это весьма выгодно по сравнению с матами термозвукоизола. Стоимость материала составила 40 тысяч рублей, а работа по укладке 53. Без этих расходов обойтись не получится никак. Звукоизоляцию пола обязан делать каждый собственник квартиры в новостройке. Это прописано в СНИПах, НСН и ГОСТах. Следующий этап. Электромонтаж. Мы не используем скрытые распаечные коробки и делаем все расключения в легком доступе. В подрозетниках. Таким образом мы гарантируем максимальную надежность и ремонтопригодность проводки. Но это повышает расход кабеля и стоимость работ по его укладке. В этом видео на перебивках вы уже заметили, что некоторые подрозетники смещены, а линии идут наискосок. Это переделка собственной работы. Уже после сдачи объекта заказчик понял, что дал неверную разметку и подрозетники пришлось переносить. Вот эти три подрозетника были здесь. Их перенесли вот сюда. Здесь все убрали, замазали. Благодаря запасу кабеля и смещению угла прокладки линий, мы смогли перенести подрозетники без наращивания кабеля. Таким образом сохранили целостность и надежность линий. Монтаж сделан комбинированным способом по полу и потолку. Ушло на это в общей сложности 1100 метров слаботочного и силового кабеля. Мы всегда используем только ВВГ-НГ-АЛС, произведенные по ГОС. Именно такой кабель соответствует всем нормативам по применению в жилых помещениях. Общая стоимость кабельной продукции 89000 рублей. Работа по монтажу 146. В эту сумму включена и затяжка кабеля в гофр трубу. Для справки. Вся гофра и серая, и оранжевая на этот объект обошлась всего 12000 рублей. Благодаря ей мы создаем дополнительную защиту для кабеля и ускоряем процесс работы. Если говорить именно про электромонтаж, бригада из двух монтажников закончила всю работу примерно за 16-17 дней. А началась она с чернового этапа сверления и штрабления стен. Мы сделали здесь 75 подрозетников и 60 метров штрабы. Весь комплекс чернового монтажа по установке подрозетников обошелся в 72000 рублей. Это без переделок. И учтите, что здесь был газоблок и местами бетон. Самое интересное здесь, что работа в 45 раз дороже материала. Потому что установочные коробки стоили всего лишь косарь 600. Причем покупали мы их с большим запасом, который потом нам и пригодился. Таких мелких издержек в электрике много. Расходные материалы типа коронок, перчаток, стяжек, буров и небольшие работы по подключению куб, водонагревателя и монтажа закладных. Я не буду говорить про каждый пункт в отдельности. Чуть позже я озвучу общие цифры по электрике и вы сами сможете прикинуть, какой процент от затрат занимают эти незаметные расходы. Но сначала я расскажу про монтаж и состав электрощита. Покупка самих щитов для силы и слаботочки и их монтаж в стену обошлись нашему заказчику в 52000 рублей. Мы установили здесь два ABB UK660. Каждый рассчитан на 60 модулей. Один мы оставляем под роутер, блоки питания, свитчи и остальную низковольтную технику. А второй под завязку забиваем автоматикой. Рад представить вам классическое исполнение силового щита от компании Ilmon. На воде у нас стоит рубильник SD204. А в квартиру приходит 15 см мощности и у нас в совокупности трехфазный вод. После рубильника установлены три реле напряжения. Их общая стоимость 10500 рублей. Ни в одном нормативе для квартир не регламентируется установка данных устройств. Но потратив дополнительно несколько тысяч рублей, вы спасаете всю свою бытовую технику от скачков напряжения. С краю в этом ряду контакторы ABB и SB2040. Его стоимость 2700. Благодаря этому устройству мы можем сделать мастер-выключатель. Он гасит весь свет перед выходом из дома. Деньги небольшие, но комфорт от использования этой кнопки вы получаете на протяжении всей жизни в квартире. Во втором ряду есть еще один рубильник. Он также, как и первый, стоит 4000 рублей. Но главный рубильник нужен для обесточивания всей квартиры. А этот работает как кнопка отпуск. Даже нарисован человечек с чемоданчиком. Когда вы надолго покидаете квартиру, не нужно отключать все устройства от сети. Достаточно нажать один этот рубильник, и он обесточит все. Кроме холодильника, роутера и системы защиты от протяжек. И даже наш свет он тоже отключил. Он подключен от обычной бытовой розетки. Не ошибешься. Включил один, выключил один. Все. Каждый раз все это можно делать руками. Или один раз заплатить небольшую сумму за установку дополнительного устройства в щите. Это выбор каждого. Ну просто знайте, что есть такая опция. Рядом с рубильником установлено два четырехполюсных дифференциальных автоматических выключателей фирмы АББ. Они одновременно защищают линии от перегрузки и здоровье человека от поражения электрическим током. Они установлены для варочной панели и проточного водонагревателя. Стоимость двух диффов 26 тысяч рублей. Они занимают 8 модулей. Можно было немного сэкономить и поставить 2 обычных автомата и общее УЗО. Эффект был бы тот же самый. Но на мощную технику идет пятижильный кабель. Поэтому вся автоматика нужна четырехполюсная. И вместо 8 модулей мы занимаем 12. А это целая рейка. В таком случае нам просто не хватит места в щите. В третьем ряду установ... Блядь, сюда пока. В третьем ряду установлено 6 УЗО. Давай, короче, сейчас снимем, покажем. В третьем ряду установлено 6 УЗО. Общая стоимость 33 тысячи рублей. Они отвечают за группы освещения, розеток, климатической и бытовой техники, розеток в мокрой зоне и неотключаемую технику. УЗО защищает человека от поражения электрическим током при утечке. Это логическая причина установки таких устройств. Но есть и нормативная. Она прописана в ПУИ 7 редакции, раздел 7. Но почему мы ставим 6 УЗО, а не одно? В квартире много линий, и каждый имеет минимальные утечки, которые сами по себе абсолютно безопасны. Но если собрать их все вместе и пустить через одно УЗО, устройство определит их как одну огромную утечку и будет постоянно отключаться. Поэтому мы распределяем линии на несколько УЗО. Хочешь одно себе ставь и сделаем его водным автоматом. Так можно? Да? Нет, конечно. Да, знаешь, сколько умников. За безопасную работу самих линий отвечают автоматические выключатели. Здесь их 24 штуки. Часть на 10 А они защищают от перегрузки линии освещения. А автоматы на 16 А стоят на розетках. Общая стоимость однополюсных выключателей 11,5 тысяч рублей. На серьезную бытовую технику, типа кондиционеров, стиралок, посудомоек, духовку, идут отдельные линии. А розеточные группы и свет разбиты линиями по разным комнатам. В итоге мы получаем такую комплектацию щита и всей электрики в целом, которая не только безопасна для техники и человека, но еще и максимально удобна при использовании. Общая стоимость материала для этого проекта, включая все расходники, 291 тысяча рублей. А работа стоила 353. Теперь вы можете прикинуть, что вода и отопление обошли здесь примерно в 900 тысяч рублей. Здесь установлено 3 радиатора и организована коллекторная лучевая система отопления с отдельной нишей для подключения линий. Работа по монтажу отопления стоила 86 тысяч рублей. Самое интересное и дорогое здесь, как обычно, в узле водоразбора, но у нас еще есть и остальная система водоснабжения и канализация. Для установки всех водорозеток и канализационных отводов нужно штробить стены, прокладывать трубы и фиксировать их в определенном положении. Сами водорозетки должны быть установлены в проектном положении с соблюдением горизонтали и вертикали. Это сложная кропотливая работа. И если говорить про стоимость всей работы по монтажу системы водоснабжения, включая сборку узла водоразбора, 316 тысяч рублей. И давайте пробежимся еще и по стоимости материалов. Радиаторы 12-секционные Рефар Монолит. Хороший выбор с мощностью теплоотдачи 1600 Вт. Эти три радиатора вместе с комплектом крепежа приехали к нам за 59 тысяч рублей. Еще из крупных расходов проточный водонагреватель Клаги 11-13 кВт. Его стоимость 48 тысяч рублей. Думаю, нет смысла объяснять, зачем он нужен. Прибор мощный, он легко справится с запросами любой семьи. Система защиты от протечек воды Neptune Profi Smart Plus отъела 36 тысяч рублей от общего бюджета. И это необходимый пункт расходов для системы водоснабжения и отопления в любой квартире. Нормальные деньги ушли на редукторы давления, разные фильтры и другую арматуру для узла водоразбора. Я сейчас не буду подробно разбирать, что для чего мы устанавливаем. Для этого смотрите отдельное видео на канале. Цель этого ролика подробная раскладка по стоимости материала и работы. Всего в смете по материалам для монтажа сантехники, отопления и канализации 169 позиций. Это включая крепежный материал и расходники для монтажного инструмента. Общая сумма за материал 504 тысячи рублей. Общая стоимость инженерной сантехники 906 тысяч. Это работа и материалы премиального уровня. А также 5-летняя гарантия на все работы от компании Elmond. Все цены, которые я сейчас озвучил, будут актуальны и на 2024 год дракона. Но здесь необходимо учитывать коэффициент сложности и инфляцию. Сложность может как уменьшить стоимость работы и количество материала, так и увеличить. Она зависит от количества санузлов, высоты потолка, материала стен и большого количества других параметров. Большое значение имеет сложность дизайна проекта. Он регламентирует количество розеток, выключателей, световых зон и другие очень важные моменты. Имея проект, мы сможем сделать для вас предварительно расчет стоимости работ по электрике, инженерной сантехнике и отоплению. Кроме этого, мы занимаемся интеграцией систем «Умный дом» на КНХ под ключ. Подписывайтесь на канал и узнавайте больше подробностей о работе компании Elmond. Меня зовут Владислав, я основатель компании. И если вам интересно посмотреть на нашу работу вживую, пишите, звоните. Я лично организую экскурсию на текущий объект.